Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июня и вот сегодня утром я показывала вам здесь, как я высаживаю огурцы. То есть рассаду огурцов в грунт. Но я говорила, что это не совсем грунт, это такая полуразрушенная теплица, в которую рано не высадишь, а вот сейчас самое время. И вот сейчас как раз многие высаживают в грунт. О чем хочу я сказать сразу во время высадки. У нас огурцы это самое лакомство такое для вредителей. Вы видите, что я только что высадила, я сразу повесила сюда ловушки. Я ловушки повесила, потому что я уже говорила, все наверное знают, что у меня в той преддомовой теплице, где стояла рассада, ну и где были и огурцы, вот эти все, там завелась белокрылка. И хотя я уже обработала препаратом Тепеки, но она будет действовать в течение нескольких дней, они не сразу умирают. Поэтому я сразу повесила ловушки, потому что я уже прочитала много-много материала. Я теперь знаю точно, что огурцы и баклажаны это первые, самые первые овощи, на которые кинется наша белокрылка. Как я их называю, белокрылые лошадки, о, полетели, все. И вот огурцы мы должны предохранять от вредителей самых-самых первых дней после высадки. Вот смотрите, утром я высаживала, я вам показывала, но так как рассаду я принесла с той теплицы, ее иногда и не заметишь. Она белокрылка такая крошечная, маленькая, что я вроде осматривала, все сеянцы не было. Но все-таки на ловушке, не знаю, увидите вы или нет, три штучки, ой, даже четыре, уже попались. Сейчас, дождите, подтяну. Вот видите, белые вот эти вот. Я не знаю, вам видно или не видно, они такие крошечные, что не очень-то ее и увидишь. А, вот сейчас, сейчас наведется, может быть. Еще объектив такой мелочи не ловит сильно-то. Но вот это белое пятно посреди желтой, вот этой вот, посредине экрана, это и есть белокрылка. В чем проблема? Я могла бы тут тоже, вот сейчас буду делать обработку Теппеки от белокрылки, я могла бы все здесь тоже обработать, но дело в том, что у тех инсектицидов химических, которыми мы обрабатываем от белокрылки, от других, у них очень длительный срок ожидания, они очень токсичные, а так как огурцы у нас быстродействующие, то есть мы их сейчас высадили, они могут уже через неделю, через две дать нам плоды, потому что уже здесь из-за чатки, мы не можем, я не могу обработать здесь Теппеки. Все, это тупик, нельзя сильнодействующими обработать. Потому что быстро дают плоды. Что делать? Вот пока у меня клеевая ловушка. Еще сегодня я сняла видео, как я обрабатываю взрослые огурцы в той теплице, в другой препаратом фитоверм. А вот это видео снимаю только для того, чтобы вы не расслаблялись, и чтобы сразу после высадки, когда казалось бы, огурцы еще такие свеженькие, еще такие молоденькие, ничего на них нет, никаких ни болезней, ни вредителей, нужно позаботиться о них сразу же, с первого дня. Ну вот про ловушки, некоторые пишут, что ловушки дороговато, потому что если их везде вешать, одна вот такая упаковка 80 что ли рублей. Ну тут же уже совет приходит от зрителей, что можно просто желтый картон обмазывать аптечным вазелином, и говорят, действие точно такое же, белокрылка только касается этой ловушки, главное, чтобы был желтый цвет, потому что насекомых он привлекает. Белокрылка только касается, вот так видно очень хорошо белокрылок, не знаю, видно вам или нет, беленькие. Она только касается этого вазелина, все, у нее склеиваются вот эти нежные ее крылышки, и она, ну по неволе, как в склеенном виде, она посидит день, другий, она умрет, конечно погибнет. Она уже не может летать, не может откладывать яйца. Все, сразу начинаем профилактику борьбы с насекомыми. Вот здесь я от паутинного клеща тоже буду делать профилактическую обработку. Не ждите, когда у вас вот это нападение растений будет явными, такими вот, что вы увидите прям полчища, тут лазят у вас насекомых, начинайте сразу. Я вот только высадила сразу, это от белокрылки, от паутинного клеща буду другим способом, потому что паутинный клещ, он тоже такой вот коварный вредитель, что его не всякий препарат берет, и множество препаратов, которые убивают всех других насекомых, его не берет, а нужен только акарицид. Ну вот фитоверм идеальный вариант, 3 дня всего срок ожидания. Все, до свидания, это был коротенький ролик о том, что сразу после высадки я начала борьбу с насекомыми-вредителями.